Добрый день! В эфире Реаконг-ТВ. 28-30 апреля в Ереване проходили Дни Крыма в Армении. И в связи с этим нас посетила делегация из Крыма. У нас сегодня в гостях заместитель председателя Совета Министров Республики Крым и представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Львович Муратов и вице-премьер Республики Крым, министр финансов Ирина Валерьевна Кивико. Добрый день, уважаемые гости! Спасибо, что пришли в нашу студию. И вот первый вопрос связан с результатами проведения Дней Крыма. Как вы их оцените? Мы презентовали наш потенциал в Республике Крым туристический, экономический, инвестиционный. Много было встреч. Вместе с нами прилетел крымский бизнес. Они проводили встречи с армянским бизнесом, вели переговоры и о развитии туризма, и о поставках оборудования, и о поставках в Армению, в том числе вина и другой пищевой продукции. Из Армении говорили о поставках фруктов для дальнейшей переработки, либо соков. Пока у нас заключено на вчерашний день было всего два контракта. Остальные контракты в процессе работы сейчас. Просчитывается логистика по доставке, просчитывается цена. Поэтому еще говорить немножко рано. Окончательные результаты будут видны где-то недели через век, когда все это ляжет на бумагу. Ну а с нашей стороны я хочу дополнить. Ирина Валерьевна, как ответственное правительство Крыма за экономический блок, вела все экономические переговоры. Я больше занимался общественными связями. Мы посетили филиал Московского государственного университета в Ереване, встречаясь со студентами, с преподавательским составом. После этого провели встречу с интеллигенцией уже в Доме Москвы, с интеллигенцией Еревана, Армении. Были очень интересные и важные дискуссии, касающиеся нашего культурного, гуманитарного, научного, образовательного сотрудничества. Пришли к выводу о необходимости интенсификации контактов. Но контакты наши, безусловно, есть. Мы высоко оцениваем визит в 2019 году армянской делегации и проведение Дней Армении в Крыму. Но, к сожалению, пандемия нам немножко помешала выдерживать ежегодный режим наших таких мероприятий. Теперь мы договорились, по мере вакцинации населения и сокращения эпидемиологической угрозы, мы будем вновь восстанавливать и затем наращивать наши контакты в культурно-гуманитарной и общественной области. Мы очень благодарны Клубу друзей Крыма во главе с Айком Борисовичем Бабуханяном и благодарны за активное участие в этом клубе крупных политических, общественных деятелей Армении Тиграна Уриханяна, Арама Сафаряна и многих других, их всех и не перечислишь, за то, что они говорят здесь, в Армении, правду о Крыме, проводят четкую, ясную линию на признание российского статуса Крыма, что для нас исключительно важно. Мы, конечно, имели некоторые цели более прагматичные, простые, наладить туристические обмены, выработать некий маршрут общения между Симферополем и Ереваном в связи с тем, что у нас тоже большая армянская община в Крыму живет, армяне очень любят из Армении приезжать в Крым на отдых и так далее. Но пока таких встреч у нас в этот раз не состоялось, мы рассчитываем, ну, понятное дело, выборы предстоят, ситуация, может быть, не позволяет, но рассчитываем после выборов такое сотрудничество наводить. Я знаю, что один из важных вопросов – это налаживание воздушного авиасообщения и вывоз такой инициативы. И транспортного сообщения в целом, потому что Крым – это еще и южные морские ворота не только России, а всего пространства Евразийского экономического союза. И именно ориентируясь на выход в Средиземное море, на Ближний Восток, в страны Северной Африки, конечно, самая удобная точка выхода – это порты Крыма. Их у нас много, семь. Они недостаточно загружены, поэтому можно ими пользоваться в полном объеме. А именно какой продукцией больше заинтересован Крым, армянской продукцией? Мы говорили о поставках сухофруктов, фрукт, потому что у нас сейчас большой рост турпотока в Крыму, и мы планируем к 2025 году принимать до 10 миллионов туристов, при том, что у нас собственное население 2 миллиона в Крыму и 440 тысяч в Севастополе. Поэтому мы выращиваем очень много садов, заложили виноградников собственных, и по темпам роста закладки садов мы на третьем месте в Российской Федерации за последние 5 лет. Поэтому нам все равно будет не хватать этих фруктов, даже несмотря на столь высокие темпы закладки новых садов, потому что темпы турпотока будут расти год от года. У нас очень на втором месте по реализации инвестиционных проектов является именно туристическая отрасль. Строятся новые отели, строятся новые базы отдыха, причем по всей территории Крыма. И, соответственно, чем больше будет построено новых баз отдыха, тем больше будет потребность, в том числе и в витаминах, так сказать, природных. Поэтому мы вели переговоры о том, что можно поставлять фрукты, и можно поставлять, например, соки натуральные из переработанных фруктов, либо поставлять фрукты и перерабатывать у нас. Пока это все в стадии расчетов, поэтому окончательного еще решения нет. Я помню, мы еще и в предыдущей визит армянской делегации в Крым говорили о том, что нам будут предоставлены списки армянской продукции, которая предлагается на экспорт товара, которые имеют высокую степень конкурентоспособности. Конечно, мы могли бы рассматривать и продукцию не только сельского хозяйства, но просто у нас пока нет таких списков, хотелось бы это видеть. Мы со своей стороны, конечно же, предлагаем не только наше вино, и сельхозпродукцию. У нас речь идет и о таких вещах, как продукция химической промышленности, металлургии интересная, очень машиностроительная. Есть у нас находки в сфере машиностроения, в том числе контракт, о котором Ирина Валерьевна сказала. Касается именно поставок такой интересной аппаратуры, особенно для условий эпидемиологической опасности, угрозы, для очистки воздуха, как я понимаю, оборудованные какие-то первые шаги. Уникальная разработка в Крыму, и это оборудование хорошо не только в такие времена, как сейчас, когда ковид и очищает воздух, но и в том числе от аллергенов, а это очень сейчас важно, потому что, к сожалению, большое количество людей сейчас имеют аллергию, и это очень, в особенности для детей, очень плохо. И поэтому, когда ты обеззараживаешь воздух и снимаешь опасность аллергии, это очень важно. И вчера несколько армянских бизнесменов заинтересовались этими поставками, они как раз изучали у нас уже полученные заключения Министерства здравоохранения Российской Федерации о соответствии этих медицинских изделий, использованию в детских учреждениях, в больницах, в поликлиниках. Но можно использовать везде на самом деле, или начиная даже с собственного дома, очищение и обеззараживание воздуха. Но у нас еще и помимо этого наша промышленность с нами была представлена здесь, они тоже предлагают электрооборудование, и тоже интерес определенный сейчас есть к поставкам электрооборудования. Я думаю, с учетом того, что вчера в Армении были запрещены поставки из Турции, как раз наше электрооборудование прекрасно может его заместить. И уникальное есть сварочное оборудование тоже. В Крыму немало, в общем-то, машиностроительных предприятий, промышленные именно сферы машиностроения. Конечно, здесь большие есть возможности для научной тоже работы, я имею в виду в изыскательских работах, по промышленной сфере, по сельскохозяйственной. Мы вчера с учеными много говорили о том, что как-то связи научные во многом, после того, как Советский Союз прекратил свое существование, во многом были свернуты. В Армении есть прекрасные научные деятели, интересные и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической, в сфере культурно-гуманитарной. Нам эти научные связи интересно было бы развивать, потому что Крым – это одна из территорий продвинутой науки. У нас действительно есть интересные наработки в сфере экологии, биологии, в сфере сельскохозяйственной, научной, ботанической осады. И мы знаем, что армянские исследователи тоже этими направлениями всегда интересовались и вносили свой значительный вклад в развитие всей советской науки в прошлые времена. Но мы все ждем, когда мы восстановим те силы, которые у нас были, когда мы жили совместно. Поэтому, когда мы на общественной плоскости говорим о необходимости восстановления отношений союзного именно толка, союзного характера, то мы подразумеваем, что все те сильные стороны, которые были в нашем союзе, они будут восстанавливаться. Поэтому очень приятно было услышать настроение общественности армянской в пользу восстановления союзничества с Россией вплоть до союзного государства. На мой взгляд, как человека, занимающегося политикой, это очень важно, потому что для Армении это определенная гарантия ее исторического выживания, как, собственно, всегда и было. Вместе с крупной страной или в рамках единого союза мощного, конечно, в таком трудном регионе, в котором находится Армения, выживать ей будет гораздо легче. А насколько Россия заинтересована в подобного рода интеграционных процессах на постсоветском пространстве? Вы знаете, я, конечно, не могу брать на себя ответственности и говорить от имени всего российского руководства, но я понимаю прекрасно наш курс на развитие интеграции, интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Армения там активно участвует. Знаю прекрасную линию на развитие союзного государства с Белоруссией, и я уверен, что оно не обязательно должно быть ограничено двумя странами. Поэтому, в принципе, понимая вектор политики, мы делаем абсолютно определенный вывод о заинтересованности совместной, потому что, сложив наши силы, мы, безусловно, будем сильнее в этой сложной международной обстановке, которая вокруг нас складывается. Также у нас вчера была интересная встреча, где говорилось о сотрудничестве в сфере и обмена студентами, и развитии связи между нашими университетами. Есть уже такой запрос, есть уже желание людей обмениваться передовыми методиками, технологиями, которые используются и в Ереване, и у нас, в Семперуполе. И я думаю, что это тоже очень важно. И вчера пригласила бизнесменов из Армении приехать к нам в Крым с реверсной бизнес-миссией и уже закончить эти переговоры у нас на базе наших университетов для того, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве между нашими университетами. Это будет замечательно, потому что я знаю, что в Крыму есть также очень проходят молодежные форумы. Я не знаю, насколько активно армянская молодежь в них участвует, но, может, после подписания договоров наши студенты тоже будут принимать активное участие. Да, у нас великолепный форум проходит для творческой молодежи, которая называется Таврида, находится в прекраснейшем месте между Судаком и Мысом Меганом, где чистейшее море. И я думаю, что очень интересно будет армянской молодежи поучаствовать в таком форуме. Также известны лагеря Артек. Да, в Артек едут наши лучшие дети, которые занимают места на Олимпиадах, которые участвуют активно в общественной жизни. Поэтому, если армянские дети хотят участвовать, они должны зайти на сайт Артека, заполнить анкету и принимать участие в тех общественных мероприятиях, которые происходят у нас. Такая возможность есть, участие международных участников. У нас Артек является федеральным бюджетным учреждением, поэтому дать четко, как сказать, пообещать, прогарантировать, что дети приедут отдыхать, я не могу, потому что конкурсная основа для отдыха. Но поучаствовать в конкурсе могу. Ну, я бы добавил еще вот к тому, что Ирина Валянина абсолютно справедливо говорит, что общение прямое, человеческое, особенно для молодежи, его ничем заменить нельзя. Уход в виртуальное пространство, который произошел сейчас на фоне эпидемии, и свертывание общения между людьми, конечно, для молодежи сложен весьма. И я прекрасно это понимаю, мы это почувствовали в филиале МГУ здесь. Молодежь хочет общаться, ездить, и именно на это мы и уповаем, потому что большое количество фестивальных мероприятий различного профиля в сфере туризма, в сфере образования, в сфере музыки, искусства и так далее, которые проводятся ежегодно в Крыму, открывают колоссальные возможности для приезда к нам молодых людей. И это общение необходимо, потому что мы не должны допустить простой вещи. Это ухода в технику. То есть, я бы сказал, обесчеловечивание отношений. Этого не должно быть, потому что мы уже все привыкли там в телефончиках или в планшетах сидеть и друг с другом общаться только вот такими способами. Это невозможно, потому что это разрушает внутренний мир человека. Он становится придатком этой самой машины, а должно быть наоборот. Поэтому мы сходим из-за того, что крымские мероприятия, нацеленные на то, чтобы люди общались между собой, они очень важны, и мы с удовольствием приглашаем армянскую молодежь, и не только молодежь, принимать участие в наших фестивальных мероприятиях. По поводу живого общения, известный туристический потенциал Крыма. Крым традиционно считается таким курортным местом. Я знаю, что в советское время люди часто ездили на Крымское побережье. Вот сейчас заключены ли какие-то контракты между туристическими фирмами, возможно, для развития этого? Мы когда с вами начинали беседу, вы правильно подняли вопрос об авиационном сообщении, потому что армянская сторона хочет лететь с прямым рейсом в Симферополь. Если крымчане готовы лететь в Армению для ознакомления с историей и культурным наследием Армении, с пересадкой, так уж получилось, что привыкли крымчане к рейсам, где надо пересесть. У нас на сегодняшний день возможность добраться в Ереван есть через Сочи, через Ростов, через Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Конечно, это неудобно, если ты летишь с ребенком на отдых, лететь через другие города. Поэтому сейчас для нас основное, чтобы наладить вот такой активный поток туристов из Армении в Крыму, а из Крыма в Армению, это прямые рейсы. Нам надо решить вопрос с авиасообщением между нашими столицами Ереваном и Симферополем. А что может заинтересовать крымчан в Армении? Ну, конечно же, история. Армения такая страна с древнейшей историей. Очень много у нас общего, потому что вы знаете, что еще в восьмом веке армяне пришли в Крым, уходя от тех набегов, которые здесь были. И у нас в Крыму есть тоже, что показать, да, армянам. И есть церкви армянские и монастыри. И мы их сейчас восстанавливаем для того, чтобы было приятно посещать. Сурбхач, он XIV века монастырь и сейчас находится в реставрации, поэтому уже по окончанию можно будет показать. Это было уникальное место армянской культуры. И не только монастыри и церкви, да, я уже не говорю об Айвазовском, я не говорю о тех палеонтологических находках, которые тоже делали армяне в Крыму. Поэтому вот нам есть, что показать у нас, а нам посмотреть в Армении. Я вот, например, когда была в музее рукописи, я была поражена, что самая маленькая Библия, которая была издана в XI веке, она была издана именно в Кафе, это нынешняя Феодосия, территория нынешней Феодосии. И я для себя в основной экспозиции музея увидела из Крыма четыре рукописи. Мне было очень приятно. Я, конечно, сфотографировала и буду обязательно показывать крымчанам. Нам очень важно осознавать себя, я имею в виду Крым и Армению, как два истока восточно-христианской цивилизации. Из Крыма, из Корсуни древней, вся христианская цивилизация пошла на Русь после крещения князя Владимира. А Армения стала первым христианским государством в 301 году, приняв как государственную религию христианство. Поэтому мы и есть вот та основа восточно-христианской цивилизации, которая впоследствии, за последующие века возникла на колоссальных территориях Восточной Европы, Кавказа, вплоть до Тихого океана. И эти достижения Крыма и Армении мы воспринимаем как сакральные вещи. Поэтому крайне важно, чтобы эти две территории, сакральные основоположники цивилизации, друг с другом активно общались. Я уже не говорю о неисчерпаемости научных находок, которые могут делать и армянская, и крымская стороны, исследуя вот эти феномены. Дни Крыма в Армении, они приурочены также к седьмой годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации. Георгий Львович, вот вчера на конференции много обсуждалось, вы выступали с вашим докладом «Право нации на самоопределение». Вот по поводу санкций и информационной войны, которая ведется против Крыма. Во-первых, какое представление у армянской общественности, насколько они неправильно представляют процессы, которые происходят в Крыму, и как сами крымчане относятся к этому международному давлению? Ну, на самом деле, присоединение Крыма к России произошло в 1783 году, а сейчас просто мы вновь вернулись, или, как мы говорим, воссоединились с Россией после короткого пребывания, случайного, на мой взгляд, на территории другого государства, потому что мы всегда жили в одном государстве. Только вот 20 лет, там, с небольшим этот период был неопределенность. Что касается, ну вот, поставленного вами вопроса по международному праву, а это чисто международный правовой вопрос, мы говорили, действительно, серьезно обсуждали с научной вашей общественностью, что приоритетно – право нации на самоопределение или уважение территориальной целостности государства. Вы знаете, что эти принципы записаны и в Уставе ООН, и в Декларации по правам человеком, в многочисленных декларациях по правам национальных меньшинств, на первом месте идет по порядку право народа на самоопределение, но это не определено документально, как первичное право, как приоритетное по сравнению с уважением территориальной целостности. Мы провели в Крыму, в том числе вот в прошлом году, когда мы отмечали 75-летие создания ООН, а Крым, вот хотел бы, чтобы это не забывали, является родиной ООН, потому что именно в Крыму, лидеры трех великих державств, Палин, Рузовик, Черчилль, при завершении уже, когда завершалась Вторая мировая для нас Великая Отечественная война, приняли решение о создании универсальной всемирной организации, каковой стала Организация объединенных наций. Вот в документах ВООН нет четкого определения соотношения этих принципов. Конференция, которая проходила у нас в октябре прошлого года, пришла к выводам, и практически все научное сообщество, это была международная конференция, подчеркиваю, пришло к выводу о необходимости определения приоритетов. В этом плане мы проработали всю шкалу и пришли к выводу о том, что если базисные права национального меньшинства или народа, проживающего на территории какого-то государства, нарушаются грубо и массово, то есть в отношении практически всех, а это такие права, как право на собственный язык, на образование, на культуру, на сохранение своей религии, традиций и автономное самоуправление в местах компактного проживания, если эти права грубо нарушены, а особенно в условиях угрозы этнической чистки или войны, тогда становится императивным применение принципа самоопределения народа. То есть люди могут демократическим, подчеркиваю, путем референдума, волеизъявления, принять решение о том, что они заявляют о своей самостоятельности, выходе из состава государства или образовании некой автономии в составе государства. Если же эти права полностью соблюдаются, ну вот я приведу пример, когда Крым вернулся в Россию, сразу у нас три государственных языка на уровне республики приняты, выстроена система образования, выстроена система средств массовой информации на язык. Разумеется, принимают участие представители крупнейших национальностей в управлении государственной республики Крым, то тогда, конечно, действует принцип уважения территориальной согласности. Если бы так относились на Украине, вот к Востоку Украины, например, к Донецку, Луганску, где преимущественно проживает русскоязычное, русско-культурное, русское население, этнически русское, то не было бы проблем, которые испытывает сегодня Украина. Записав свою Конституцию, 10-ю статью о уважении и защите русского языка на Украине, тут же принимать закон о том, что по существу запрещается русский язык, это прямое нарушение. В то время как у Востока Украины сложились очень тесные связи с Россией, ну, даже не связи, это всегда была неотъемлемая часть России, русского сообщества, русского сознания, если хотите. И ставить их в условия враждебности по отношению к России невозможно. Если какая-то часть уже используется украинского общества, западной Украины, государственными зарубежными, в качестве инструмента антироссийской борьбы, то Восточная Украина, Южная Украина, я уверен, большинство украинского народа не хочет быть таким инструментом. Мы всегда жили как единое целое, как единое сознание общественное, понимаете? Поэтому вот в таких случаях, конечно, возникает вопрос и борьбы этих людей за собственные права, возьмите Приднестровье, возьмите Арцах, возьмите Южную Осетию, Абхазию. Это все примеры того, когда нарушались права людей, они начинают бороться за свои права. Образуется многочисленный поиск конфликтности. И этот поиск конфликтности, он опасен для всех. Как для самих государств, где это происходит, так и для России, потому что, ну, это наше пространство, за которое мы все равно еще продолжаем внутри себя нести моральную ответственность. И люди, которые говорят о своих правах, они очень часто взывают именно к России, чтобы она защитила эти права. Будь то Юго-Осетина или Абхаза, будь то русскоязычное, русско-культурное, русское население Приднестровья. Понимаете? Поэтому, конечно же, это сложнейшие вопросы, но ваш канал, называющийся «Право и Рарунг», он правильно акцентирует внимание именно на «Праве». И мне очень приятно именно с вашей трибуны об этом серьезно говорить. Это вопрос, который обязательно требует решения в интересах мира и безопасности, и стабильности в нашем пространстве, где живут наши народы. Спасибо, Георгий Львович. И в конце хотелось бы попросить вас пожелать армянскому народу, вот от вашего имени, ваши пожелания. Спасибо, я буду сказать. Ну, да, конечно, первое слово. Конечно, мы желаем армянскому народу мира, процветания и дружеских отношений между всеми странами, которые ее окружают. С чего мы начали наш визит? Мы возложили цветы к памятнику жертвам геноцида. Это вполне естественно, потому что мы чтим, почитаем те жертвы, которые понес исторический армянский народ. И те жертвы, которые в сегодняшние времена, вот совсем недавно, эта трагедия, которая произошла в Арцахе, Карабахе, мы, безусловно, сочувствуем, соболезнуем тем огромным потерям, которые были понесены. Мы желаем, чтобы прежде всего был мир, чтобы соблюдались права людей, чтобы люди почувствовали в сердце свое ощущение счастья, счастливой жизни, прочности и стабильности этой жизни. А я уверен, что это мы можем сделать только все вместе. Уважаемые гости, спасибо большое за интервью. Редактор субтитров А.Семкин